Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шхадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Гибель солдат-срочников в воинских частях Министерства обороны и пограничных войск Таджикистана вызывает озабоченность и тревогу в экспертном сообществе. Только за последние полгода в стране зафиксировано пять случаев дедовщины. Однако официальные органы страны не подтверждают, что солдаты погибли в результате избиения со стороны сослуживцев. В ситуации разбиралась Милюфар Каримова. Нурали Хайдаров, 20-летний житель района Шахритус, отслужил полтора года в пограничной войсковой части 2803 Ишкашимского района. Его мертвое тело 1 августа текущего года привезли домой и похоронили. Родители Нурали утверждают, что сын погиб в результате огнестрельного выстрела в лоб и дали согласие на проведение эксгумации. Вот что говорится в официальном заявлении Главного управления пограничных войск Госкомитета национальной безопасности. Группа в составе представителей Главной военной прокуратуры, Военной гарнизоны прокуратуры Хатлонской области, Прокуратуры Шахритусского района, представителей местной власти и специалистов районной больницы Шахритус после проведения экспертизы пришли к выводу, что солдат Хайдаров Нурали утонул в реке Пяндж. В том же сообщении Главного управления пограничных войск Госкомитета национальной безопасности говорится, что Нурали Хайдаров 22 июля нынешнего года во время службы в армии без каких-либо веских причин оставил место службы и с автоматом в руках ушел в неизвестном направлении. Однако Мирзуали Хайдаров, отец погибшего Нурали, говорит, что ему показали тело совершенно чужого человека. Он не нашел никаких родимых пятен на теле, которое было эксгумировано. «Когда проводили экспертизу тела сына, то обнаружилось, что на лбу у него нет следов от пули. Его легкие были чисты, он не утонул. У него была родинка под мышкой с правой стороны, на ногах были ожоги. Все эти признаки на нем не было. Мы не нашли родимых пятен на теле сына. Наш сын был маленького телосложения, а это тело было крупным». Тем временем адвокат Дилрабос Амадова отметила, что с начала 2015 года было зафиксировано шесть случаев избиения солдат в рядах вооруженных сил Таджикистана. Из них четыре случая повлекли за собой человеческие жертвы. По ее словам, эти солдаты служили и в рядах вооруженных сил Министерства обороны, и в пограничных войсках страны. «Конечно же, соответствующие органы предпримут меры в отношении тех лиц, которые виновны в случившемся, их привлекут к ответственности. Однако, по моему мнению, а также это показали наши исследования, что не делается ничего существенного для предотвращения таких случаев, изучения причины этих преступлений. Поэтому за семь месяцев 2015 года уже произошли шесть идентичных случаев». Таджикский эксперт Рустам Гулов говорит, что для искоренения проблемы избиения солдат или так называемой дедовщины в рядах таджикской армии прежде всего надо переходить из военной срочной службы на профессиональную службу. «Это один из лучших способов, как показывает мировая практика, иерархические отношения, которые сейчас существуют в нашей армии, просто-напросто отпадут. С другой стороны, десятки раз предлагали правительству Республики Таджикистан перевести армию на профессиональную основу. Однако они ссылаются на нехватку средств или неразвитую экономику страны. Возможность ускоренить дедовщину в армии есть путем уменьшения срока военной службы до одного года и уменьшения призывного сезона, то есть один раз в год». Пресс-секретарь Министерства обороны Республики Таджикистан Фаридун Махмедалиев говорит, что несмотря на распространение противоречивых слухов по поводу смерти солдата, в случае избиения или дедовщины в рядах таджикской армии уменьшилось. По его словам, в некоторых военных частях установлены камеры наблюдения, что позволяет руководству своевременно реагировать на ненадлежащее поведение солдат. Недопонимание и избиение солдат – это результат неправильного воспитания в семье, считает пресс-секретарь Минобороны. «Основа личности – это воспитание солдата в семье, особенно когда гражданин вырастает в образцовой семье. К тому же школы и общество должны способствовать хорошему воспитанию гражданина. Судите сами, когда гражданин призывается к службе, ему уже как минимум 18 лет, то есть у него уже должен быть хороший внутренний стержень, обязанность армии, обязанность Министерства обороны воспитать в солдатах мужество, патриотизм, сделать из них настоящих защитников Родины. Нельзя не заметить тот факт, что возникают некоторые негативные случаи. Для того, чтобы предотвратить ненормативное поведение в воинских частях, на сегодняшний день предусмотрены все необходимые меры. Если сравнить статистику по преступлениям в целом по стране, то не наберется и 1% преступлений в воинских частях. Для того, чтобы наблюдать за процессом ежедневного обучения солдат в воинских частях, установлены камеры видеонаблюдения. К тому же есть анонимная почта Министра обороны во всех частях. Солдат может на анонимных условиях написать письмо и отправить почту. Есть телефоны доверия Министра обороны в частях. Солдаты могут непосредственно связаться с министром. Есть интернет, сайт министра, где он принимает жалобы как солдат, так и гражданских лиц. Похоже, рукоприкладство и самосуд становятся системой вооруженных силах страны. СМИ Таджикистана все чаще пестрят информацией об избиении солдат в воинских частях. Одна из громких историй, которая взорвала информационное пространство в Таджикистане, было дело Шахбулу Мирзоева, который был избит и искалечен в армии. Военно-гарнизонный суд города Душамбе обязал Главного управления пограничных войск Госкомитета национальной безопасности выплатить штраф Шахбулу Мирзоеву за моральный и материальный ущерб в размере 117 тысяч самани или около 18 тысяч долларов. Однако Верховный суд страны отклонил данное решение. Отец Шахбола, Нумунджон Мирзоев, недоумевает. В погром войсках нам так много пообещали, что мы сможем продолжить лечение Шахбола. Теперь вот отклонили и решение Верховного суда. Мы будем обращаться в международные организации. Обязательно доведем до сведения президента страны. Когда Шахбол был солдатом, он был нужен. До сих пор к нему никто не приходил и не проведал его из воинской части. Кроме Нурали Хайдарова, в текущем году родителям были переданы мертвые тела еще четырех солдат. Фердавса Рахматова, Абдувахоба Хаюмова, Парвизда Дусматова и Азама Убайдулоева. Все эти ребята погибли в результате избиения и дедовщины в воинских частях. Власти уверили родителей в том, что все случаи будут тщательно изучены и виновники понесут наказание. Но пока результатов расследований нет. Отношение населения к таджикской армии резко изменилось. Появление видеороликов в сети, где избиваются молодые солдаты со стороны более старших и опытных сослуживцев, а также смерть солдат на месте службы, не прибавляет авторитета вооруженным силам. Молодые ребята отстраняются от армии. Они идут учиться в вузы страны, либо уезжают в трудовую миграцию в Россию. Репортаж подготовила Нелюфар Каримова, Душамбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, можете позвонить нам на номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона работала Шахада Цаибназарова. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia Или в фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.tadzikistan. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно.